Духовное единство То есть человек, который приходит к нам на беседу, он должен прекрасно понимать. Вот наша основа, вот наш базис. Все то, что написано в Священном Писании, мы принимаем как истину. То есть человек, идущий к вам, должен иметь представление о том, какой вы консультант, какой вы душепопечитель, каково ваше мировоззрение. Вот, ну нам, может быть, в этом плане проще, потом просто причине, скажем, даже в Москве, когда мы были или в Самаре, к нам шли люди, которые, скажем, нас слышали по радио, или были на консультации, на семинарах, они потом рассказывали своим друзьям. То есть к нам те люди, которые приходили, они знали нашу позицию, они знали наше мировоззрение. И мы, так сказать, априори, как думали, раз они к нам приходят... Значит, они знают нашу позицию, не готовы работать с этой позиции. То есть, как бы вот это вот единство. Если им не нравится то, что говорим мы, они к нам пришли сюда. Значит, они к нам пришли, если даже не начнут с нами спорить, это пойдет в поиск истинных в их семье и в их жизни, в их ситуации. То есть, как бы вот здесь, вот, очень важно, чтобы эти были одни нравственные законы, то есть, духовно-нравственные, да. Ну, например, как мы относимся к понятию жизни, как мы относимся к беременности. К аборту, да. К абрачному сексу. К абрачному сексу. Человек пришел, он знает наше отношение к этому. Соответственно, у него, мы предполагаем, априори предполагаем, что у него такое же отношение к этому. Ну вот, или как мы относимся к абрачному сексу. Например, хотел привести. Помнишь, одна женщина, мы были в центре для бездомных матерей. Детей. Да, детей, а потом они туда и матерей стали приглашать, да. Вот их интересно, значит, они начали в центрах для бездомных детей, а потом стали к родить матери этих детей. Вот там была одна молодая женщина, у нее двое детей, значит, 3 годика и полгодика. Маленькие. Все эти дети, вот, молодая женщина, такая, знаете, приятная очень, эти дети от разных мужчин, и она пришла к нам с вопросом, сейчас за мной ухаживает один из мужчин, выходить ли мне замуж за него. Мы говорим, ну, вы хотите замуж, она, да, давайте компетент, я хочу замуж. А давайте с вами так и разберемся. Вам дети как? Все нужны, не нужны? Что вы с ними собираетесь делать? Ну, я ищу отца для детей. Так давайте честно, замуж или отца для детей, да. Вот, и потом, когда мы стали об этом говорить, значит, выясняйте, конечно, она поняла, что забрачный секс это минус, аборт она делать не хочет, это минус. Мы говорим, а вы готовы к тому, что через год, вот, вы сейчас с этим мужчиной начнете жить, а у вас еще один будет третий ребенок, опять без отца, и вы опять будете в этом центре, очередной, который вас выгнят. То есть она пока еще не замужем, но уже началась с ним строить отношения, причем отношения очень близкие, глубокие, да. Понимаете, уже планируют, но она это называет замужество. Понимаете, и то есть мы вот с ней, значит, построили вот это вот, смотрим, что, в принципе, она это понимает, просто теперь это надо все озвучить. Ну, мы говорим, ну, если вы смотрите наше мнение, вот вашему младшему ребенку сколько? Полгода. Давайте так, 17 последующих лет. Выкиньте из своей головы мысль о замужестве. А как? Ну, потому что вы уже поместили своих детей в ситуацию риска, уже поместили. Поэтому, хотя бы, давайте следующую ситуацию риска не создавайте в жизни уже этих детей, потому что я говорю, в жизни возможных, которые вы можете еще родить, опять в ситуации риска. Поэтому вот, мы видим, что вот здесь духовно и нравственно будет, если вы сейчас посвятите себя, 17 лет всего, это 17 лет быстро пройдут дети, а потом, пожалуйста, выходите замуж. Понимаете, что самое интересное, была готова к этому. Потому что она выслушала, перед этим наши семинары, она пришла, зачем? Она, что, да, она как бы пришла уже вот с этим, вообще, как у меня это? Вот что это у меня за желание? Просто интересно вот эти вещи наблюдать. Ну, какой еще можно пример такой привести по поводу единства, единое понимание? Может быть, единое понимание Творца, его воли, да, тоже важно, чтобы было у нас и человек. Ну, то есть, когда приходит нам человек на беседу, он четко понимает, что мы стоим на библейских позициях, и все то, что написано в Священописании, принимается как истина. И, исходя из этого, мы с ним уже разговариваем. Ну, например, такой вопрос, как добрачное консультирование. Вот давайте вот мы сейчас разберем, потому что этот вопрос очень-очень такой. Мы вчера его тоже немножко подняли на семинаре. Давайте вот мы сейчас поговорим о даврачном консультировании. Вот часто что мы слышим? Одинокие молодые люди как говорят? Бог про меня забыл. Он же сказал в библии. Может быть, уже не молодых, да. Он же говорит, нехорошо быть человеку одному. Но вот я молюсь, чтобы он мне Божью волю указал, свою волю. Кто? А я одинок до сих пор. До сих пор одинок. Вот как же так? Противоречию Бога. С одной стороны, нехорошо быть одному, а вот я один или там, я одна. Это же над какой Бог? Ну, может быть, не другими словами, но из слов выходит, Бог жестокий, Бог не всех слышит, Бог проколол. А меня он конкретно игнорирует. Вот это все заканчивается. Все разговоры. И мы говорим, подождите, но если Господь вам не дает вот это самое избранника, значит, он подразумевает, что вы скопец. Вы же не скопец. Скопцы это кто? Который неженатый человек. И не способен, например, жить. То есть, на Твейде... Таких бывает три вида скопцов. От рождения такой, не способный к семейной жизни. Второй это оскопленный людьми. Ну, например, евнухи. И третий это... Те, кто сам себя оскопили. Сам себя выбрал для служения. Вы где-нибудь читали в Библии, чтобы Господь кого-нибудь насильно оскоплял? Нет. Нет. Вот три вида скопца. Вот они. Вы себя с копцом считаете, спрашиваем? Если вы к нам причислить этим вопросом, значит, вы не скопец. Вот мы вчера всем сказали, раз вы пришли на семинаре, значит, копцов здесь нет. Всех охотно, чтобы с детскопцов. Все. Поэтому вы на этом семинаре присутствовали. Значит, Господь вам посылал человека на встречу, делал вам предложение, от которого вы просто отказались. И мы говорим, вот давайте по-честному, у кого из вас здесь, вот здесь сидящих, ни разу в жизни не было такого, чтобы кто-то вам симпатизировал? С кем-то было приятно встречаться. И у того человек был... Ну, просто вам не хотелось дальше делать эти... А вы сказали, нет, это не то, не подходит. Ну, он какой-то слишком рыжий, например. Или там брыщ на носу. А он какой-то, ну, не там работать, где мне хотелось бы. А она какая-то такая, ну, недалекая. Да. Понимаете? Потому что, в общем, понимаете, если вы не скопец, Бог вам всегда будет делать предложение. Ну, а как же вы тогда... Ну, просто вы не пешки. Просто вы не пешки. Как же тогда вы знаете, Бог, воля ты, Боже, что люди такие действительно есть. Но как волю Божьей, а мы говорим, а волю Божьей. Нет, они мне не так говорят часто. Я жду Божьей воли. Мы говорим, вы даже... Вот из всех этих людей, кто Божья воля? Мы говорим, а Божья воля заключается в трех очень важных моментах. Бог не тиран, Бог не деспот, который сказал, так, ты знаешь, сидишь, жди Божьей воли, а может, ее не будет, моя Божья воля. Короче, я решу. Посылайте кого-нибудь посылать. Если вы не скопец, у вас будет предложение. Вы просто неправильно понимаете Божью волю. А Божья воля заключается, чтобы вы заключали союз с человеком, который еще не женат. Правильно? Это раз. Во-вторых, не является близким родственником. Это два. И в-третьих, это верующий человек. Вот она, Божья воля. Все. Три момента. Вы знаете, когда мы были на съезде холстяков... Это был шок. Это был шок, что все сидящие, мы что, все здесь сидящие, мы что, все предложения от Господа, мы говорим, да. А я говорю, вы понимаете, что вы революцию делаете? Мы говорим, что не революция, зайди на песню. Господь не делает нас с пешками. Вот, все, давай, вот, 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 это своя половина. Нет? Нет? Три момента. И мы свободны. И мы свободны на предложение Бога, если что-то не нравится. Говорит, нет, Господь, не хочу. То есть Господь посылал вас или к человеку, сказал, нет, нет, не подходит. Вы вольный, вольный выбирать. Но потом не говорит, что Бог права злого. Бог вам предлагал. Просто вы с свободной волей, понимаете? Вы можете сказать да, вы можете сказать нет. Это вот как раз отношение диалога. Если мы шли Бога, как вы знаете, такой в тирану тебе. Все, вот только он, а не кто иначе. Это он как к вещи. Бог вам не относится. Понимаете? Вы имеете право сказать да, имеете право сказать нет. Повторяю, Божья воля, это воля уважения к вашему выбору, потому что вы лично из глазах Бога. Знаете, для мной это шок. Но Господь, можно же относиться как к вещи, если ты этого заточишь? Никогда в жизни. Нет, в моей жизни Бога, но Господь не брал, так и показывал, жестко. Ну, он дисциплинировал, потому что не туда шли. Это другое. Не надо было воспитать. Это дисциплинирование. Чтобы вот эта вот платформа была одна для разговора. Потому что у него одно видение Творца, у вас другое. Стыковать сложно. Следующий, что проявляет. Может быть, вот здесь вот будут какие-то вопросы? Потому что мы знаем, что есть вопросы. В вашей практике много проходит людей, которые вообще о Боге далеки. И вообще неверующим. Конечно. Конечно. Ну, если они к нам идут, они понимают, что мы с ним будем беседовать, именно с той точки зрения, что мы не пешки, мы не в хаосе, а мы в разумном дизайне. Второе, что важно для созидания духовного единства, это ценностно-ориентационное единство. И что это в себя включает? Те принципы, по которым мы живем. То есть, первое, это означает, как я понимаю Творца, как я понимаю веру и принцип жизни. А здесь, как я следую этим принципам. Действительно ли я следую этим принципам? Иду к ним. Или я могу где-то искать какие-то компромиссы? Ну, что для меня важно? Для меня важна честность. Или деньги. Или деньги. Для меня более важна любовь, близкие отношения. Или пользование друг другом. Например, телами или кошельками. Для меня более важна ответственность в отношении другим человеком. Или эгоизм. Для меня важна вера. Или... Негативизм в отношении людей. Вот эти вещи. То есть, мы смотрим. Если у нас ценности одни, если мы вместе выстраиваем эти ценности, понимаете, тогда уже легче пойдет консультирование. То есть, наша задача вот эти ценности как бы выяснить и подкорректировать. Ну, давайте пример. Вот как это делается на примере. Однажды одна женщина пришла к нам на... На беседу. На беседу. На беседу, да. Это было в неофициальной обстановке. На чаепитии, значит, вы там все, значит, обратились. Вот получилось так, что мы сидели с ней, пили чай. Она, узнав, что мы консультируем, добрачно консультируем, спорить на... Ой, знаете, у меня как раз вот к вам вопрос. Можно? Мне всяко наоборот. Ну, конечно, можно. Она говорит, вот я по интернету познакомилась с несколькими мужчинами, и вот мне очень трудно выбрать вообще, в каком критерии выбирать. Бу-бу-бу-бу. Мы говорим, знаете, вы сами главное ответьте на вопрос. Кто вам нужен? Муж или партнер? Ну, то есть, она там начала перечислять, что тут вот с этим бизнес будет хорошо идти, а с этим человеком, значит, у меня получится, там, общие хозяйства, потому что его дом есть. А это очень культурно образованные в театре, в театре, в театре, в театре, ну, такие разные вещи. А вот, и вот, знаете, когда мы задали вопрос, кто вам нужен муж или партнер, он говорит, а что, есть разница? Понимаете, то есть, вот человек, да, вот мы и работаем на уровне ценностей. Мы говорим, знаете, давайте вот сейчас прям с вами, ну, давайте представьте, что вы вот та самая. Женщина или комплексанты? Не видно. Видно? Значит, муж, а тут партнер. Вот давайте разница. Ну, давайте вместе с вами поговорим. В чем разница между мужем и партнером? Практ регистрированный. Нет, и там, там регистрировано. Да, все регистрировано. Но она хочет зарегистрироваться с мужем, или для нее важно, чтобы она зарегистрировалась с партнером? Никакой разницы, да? Нет, нет, нет. Ну, ты просто быстро не можешь сейчас. Любовь, первая. Любовь должна быть. Так. Муж, любовь, партнер, кошелек. Так, что мы понимаем об основе любовь? Любовь, я понимаю, это взаимопользование. От партнера нам искренность нужна? Не обязательно. Что с партнером возьмем? Ну, такое взаимопользование. Вот так же я еще назвала взаимопользование. Что было чем друг по другу. Ну, если вы с партнером будете нечестными, он вас не тоже будет обмануть? Ну, да. То есть, если листу тоже нужна? Да. Я к чему говорю? Ну, да, да. Что, в общем-то... Нет, для нас-то да. Нет, понимаете? И она, кстати, тоже назвала слово «честность». Мы говорим, что с партнером честности нужна? Я говорю, что с партнером взаимопользование. Мы пошли от обратного. А с мужем что будет? А с мужем, она говорит, ну, наверное, есть такое слово «преданность». У него, по-моему, есть такое слово «преданность». Вот мы говорим, что вам важнее – преданность или взаимопользование. А на что не может быть и то, и другое? Мы говорим, знаете, нет, это взаимоисключающая вещь-то. Потому что представьте себе, что вы выходите замуж без смены, а у него через два года бизнес разваливается. Вы оставляете с собой право найти себе другого. Если он на вас женится, как на женщине, будем так говорить, культура, образованность, с которой можно ходить по театрам, и вы его украшения. И если вдруг с вами через пару лет вы наберете несколько лишних хитров, он оставляет с собой право поменять эту культуру, он другой. Потому что вы не входите уже в этот партнерский бумаг. Вот смотрите. И вот когда, знаете, ну, ладно, мы сейчас не будем вас мучить, мы там несколько моментов с ней записали. И в чем она сама это… Мы говорим, ну, а теперь вы выбираете, кто вам нужен. Она, вообще, значит, по жизни как-то удобнее здесь жить. Но мне хочется, чтобы он ко мне вот так относился. Ага. Понимаете, какая вещь. И вот опять важно, чтобы эти ценности, они вот состыковались во время вашей беседы. Конечно, можно взять Библию, прочитать умные стихи, мудрые стихи, можно, прочитать с очень таким хорошим тоном, интонацией, но это не консультация. Это назидание. Нужно назидать. Но человек это от вас не просит. Человек хочет разобраться. Ну, ну, не тебе можно, вообще, что ты хочешь. вы хотите выйти замуж или вам нужна романтика в отношениях нельзя это и то и то получить можно но сначала для решить что вам важнее потому что семья это не всегда романтик а вам нужно сослужить или муж или муж опять вот в чем разница как взрослый человек обращается к родному человеку ах мне хочется романтик это ребенок говорит поставь его на взрослого и скажите да прекрасно когда есть романтика но семья не всегда работать кто тебе нужно семья или чувство романтик которую сегодня с одним там одно другое не исключает но в семье над этим трудиться а романтика чувственность который все равно уходят вот эти вещи просто прояснять выдавать пять минут сейчас на вопрос даже в верующих семьях возникают такие момент кто зарабатывает деньги тот ими и распоряжается то есть сегодня муж больше зарабатывает он как бы распоряжается завтра если вдруг у мужа какая-то происходит проблема спасибо за вопрос но я надеюсь мы на него так очень подробно в течение полутора часов ответили в предыдущем цикле когда говорили о семейном бюджете то есть можно сейчас минут за пять сказать но там этого полтора часа уже уже закладываются моменты когда они конечно вы вообще как собирать то есть есть у вас партнер так я понимаю я к чему виду что если существуют такие взаимоотношения я больше сегодня зарабатывать значит это уже партнерские отношения конечно если же то есть независимо даже если муж потерял работу и жена зарабатывает то есть она должна забывать что на основании конечно ну можно сказать двух словах что в такими жена нарушает библейский принцип во первых принцип одной плоти они должны взять на плоти везде в том числе и финансов нам случат не одна против партнерства и второй принцип а вообще-то им деньги не принадлежат они вас очень подлежат неважно кто зарабатывает все принадлежит богу и вы должны одной плоти а вы только лишь управляющие вот управлять то есть не должны забывать что бог дают а через кого он в семью дают конечно то есть вот эти вещи то есть это не ты не ты заработал а просто буквально но как об этом вот более подробно объяснить людям вот этот момент можно просто посмотреть курс семейной этики приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению евангелия и расширению библейского образования от нас зависит будет ли христианское образование доступным поддержите наш проект молитвой и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv seminary точка ком третье что включает себя духовное единство это духовную зрелость человека дело в том насколько зрели зрелы вы сами в духовном аспекте в духовном плане и насколько зрел человек который пришел к вам на беседу не никогда не получится но как правило уровень будет совершенно разной зрелости и в идеале конечно нужно чтобы вы были более духовно зрелым чем тот человек который к вам пришел чтобы вы могли с этой более духовной зрелости увидеть его вот на том этапе и помочь ему вырасти или решить проблему на том этапе духовной зрелости когда где он находится то есть либо либо вот сейчас мы с вами это будем смотреть как это происходит ищите нас поисковых системах по запросу тв семинария и ты и Субтитры создавал DimaTorzok